Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В Риге в студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин и двое гостей в студии через довольно длинное время моих всяких онлайн-встреч. Наконец, у меня двое гостей в студии. Это Татьяна и Юрий Диваковы. Да, доброе утро. И продолжаем опыт онлайн-встреч, потому что к нам присоединился из Вильнюса Андрюс Даряла. Здравствуй, Андрюс. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы поговорим сегодня о театре из Беларуси. Вообще, кто-нибудь знает, что происходит в Беларуси в области современного искусства? Мне повезло, я столкнулась, вот мы сейчас говорили за кулисами программы, о том, что мне повезло в свое время, я познакомилась со многими издателями, писателями из Беларуси. Это было еще 10 лет назад. У меня был такой вход в эту сторону. Потом я узнала об очень многих белорусских авторах театральных, которые пишут пьесы, потому что фестиваль «Любимовка», о котором я тоже много раз рассказывала в своей программе, ежегодно получает очень много интересных текстов именно из Беларуси. Пишут на русском языке, поэтому принимают участие в русском фестивале, конкурсе «Современная драматургия». Вы, Юра и Таня, вы занимаетесь не только театром, как я понимаю, еще какими-то образовательными проектами, но это всегда очень тоже интересная тема, как образование связано с театром, как драма. Мы знаем, что сейчас на Западе очень много драму используют в области воспитания в детском саду, образования, когда через драматические какие-то практики преподают детям интересные предметы, вместе с ними разбирают какие-то кейсы. Юра, у вас какой опыт в современном театре? В современном театре очень большое, на самом деле. Мы родились в это современное время, и поэтому я поменял, наверное, какое-то приличное количество театров и поработал с разными театрами, даже не только с Беларуси, но в Беларуси, в частности, наверное, в одном Гомеле, я, кажется, поставил во всех театрах, которые там были. Я имею в виду просто даже государственные. Да, вот мы тогда сразу плавно перейдём к Андрюсу, раз упомянули Гомель, потому что у Андрюса сейчас был опыт. Ну, у него был немножко там, кажется, с Гродно был, да? Ой, да, Гродненский, извини, пожалуйста. А ты в Гродно работал тоже? Нет, в Гродно, к сожалению, у меня не посчастливилось, потому что Олег Жужда всё никак меня не мог принять в свой театр и никак не давал мне поставить ничего. Но тогда мы можем сказать, что вот у Андрюса был сейчас очень интересный опыт, когда 9, да, актёров и уехали, и живут сейчас в Литве. Да, 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 они живут в Вильнюсе, приехали сюда, и они получали стипендию. И именно цель была такая, что актёры, которые были уволены по политическим причинам, чтобы они не потеряли профессию, не потеряли свои навыки, они бы занялись чем-то творческим, ну, в Вильнюсе. И вот им повезло, извини, им повезло, они встретили Андрюса, и Андрюс предложил сделать спектакль. И выбрал ты пьесу? Третья смена Павла Пришко. И они были очень удивлены, да, я так понимаю, текстом? Ну, да, вообще наше знакомство началось и разговоры о Белорусском театре, так получилось, что я тоже занимался и фестиваль ДНК, и Любимовка, и постоянно, ну, для меня белорусская драматургия мужская, ну, это какое-то созвездие же целое, и, ну, можно сказать, что практически лучше был этот период, драматургия на русском языке всегда представлена на фестивалях современной драматургии. И тут я вдруг разговариваю с ребятами и узнаю, что они этих имен многие не знают. То есть белорусские актеры, работавшие в Гродно, вообще не знают ничего о том, что есть целое направление белорусской современной драматургии. И ты для них ее открыл. Да, да, и получилось так, что я просто начал, ну, давайте вот это, это, это прочитаем, и Сашу Филипенко роман прочитали мы, бывший сын тоже с ними. Вот, и в конце концов я остановился на этом названии, потому что так все сошлось, все сложилось, и, ну... Хорошо. Вот, и, ну, то есть я так понимаю, что репертуар театров, это какие-то были комедии, что-то еще... Ну, репертуар официального государственного театра, это было больше развлечения, чем разговоры о социальных каких-то вопросах, да? Юра, как вам в этом во всем работалось? Ну, слушайте, вообще, на самом деле, тут такая очень странная история, потому что, конечно, спрос и предложения очень могут быть различны, но есть люди, которые в Беларуси, я надеюсь, что это все еще останется, как-то никуда не исчезнет, даже несмотря на эти все события, что есть директора, которые понимают, что необходимость современного, даже не новой современной драматургии, как бы, а вообще современного театра, нового театра, он существует, потому что есть режиссеры, я, то есть не режиссеры, а директора, есть просто человек, я не знаю, будет корректно сейчас называть, чтобы не было каких-то проблем в стране, которые говорили, что, да, есть я, а есть вот, ну, то есть есть директор театра, а есть режиссер, который несет свою идею, и ему нужно дать эту возможность реализовать. Я думаю, что таких достаточно, но в большинстве, конечно же, очень много такого репертуара, который, я бы не сказал даже развлекательного, а просто умопомрачительного, какого-то страшного, какого-то не нужно, ну, какого-то, да, вот что-то, ты даже не понимаешь, о чем они говорят. То есть один и тот же спектакль, просто разные названия, ну, обычно так происходит, ну, в основном, ну, в большинстве своем. Ну, то есть вот Андрюс столкнулся, как я понимаю, с той самой историей, когда актеры из года в год играли какие-то такие, ну, я даже не могу сказать, что это популярные пьесы, это, наверное, какие-то вытащенные из каких-то загашников старые пьесы, старые тексты. Ну, да, возможно, я, к сожалению, не очень хорошо знаю репертуары театров в большинстве, только всех, в которых я работал, вот, но в основном там были такие очень старого какого-то формата, но похожие на сериалы, там, 90-х годов, я бы так сказал. Ну, понятно, то есть консервативный вкус, сформированный вот в какой-то период, когда людям разрешили смотреть что-то помимо советской классики, да, и вот на этом как бы продолжается эксплуатация вот этих образов. Да, даже, например, в Театре кукол я знаю, что есть такие спектакли, которые выглядят страшнее, чем любой какой-то, наверное, не знаю, простите, там, эротический или порно-сайт, что-то в этом духе. А вроде как, да, о чём-то хорошем рассказывают. Ну, вроде да, да. Таня, а если мы поговорили про Театр кукол, у вас же есть какой-то опыт работы, да, в этом направлении? Ну, весь мой опыт – это общая работа с Юрой, по сути, да, то есть мы всегда делали вместе работы. Ну, я могу добавить, да, потому что вы обсуждали, тут такой момент есть, что есть, то есть мы его сделали, можно даже старый текст взять и сделать его интересный, современный, когда человек начнёт думать вообще, у него пойдёт мыслительный и душевный процесс. Но другое дело, что как только это происходит, обычная администрация, которая ставит такие спектакли, она начинает ужасно бояться, а кто скажет, она нас напишет, а нам чем-нибудь что-нибудь придёт нам за это, и поэтому вот наши спектакли, например, их вообще практически не ставят, то есть нас приглашают сделать фестивальный спектакль, вот, но почему-то в репертуар его не ставят, да, хотя и зрители могут быть довольны, да, но какой-то один сказал там, ой, а мне не понравилось, написал что-то там в лист, и всё, и все перепуганы, да, и все перепуганы, хотя пугаться нечему, просто человек вообще задумался, в него это попало, у него начался процесс, и вообще нужно просто разговаривать, но этого все боятся, потому что не знают, что с этим делать, да, но тут вот этот конфликт, по сути, который сейчас открылся, да, такой вот в эти все события, по сути, это всё про это, да, что начали думать, стали говорить, а что с этим делать, непонятно и страшно. А вот тогда я ещё задам вопрос Андрюсу. Андрюс, когда вы попробовали текст читать Павла Пришко с актёрами, которые к этому непривычны, какая была реакция тоже, они как вообще к этому отнеслись, они понимали, что с этим делать, или для них это всё было каким-то совершенно новым опытом? Ну, кстати, нет, с актёром всё, у меня не было проблем, вот именно как с нами точки зрения, очень быстро они всё понимали и, ну, что говорится, втыкались, но тут опять же я вот в Пандан просто про разговор про директоров и те, кто про репертуар, наверное, как я понимаю, театров современных, наверное, те директора, которые пытались искать какие-то новые формы и занимались современным театром, наверное, их сейчас уже нет на этих должностях, потому что конкретно в Гродненском театре драматическом я понял, там директор это бывший военный, такой классический сапог такой, который, поэтому там, наверное, речи быть не могло. Наверное, и сколько я помню, такой центр силы всегда для меня был, вот, вот, центр республиканской, белорусской драматургии современной, один такой театр, который этим занимался. Ну, у них же нету в названии, ну, то есть, подожди, Андрюс, извини, нет же в названии у центра белорусской драматургии слова «современные», то есть они, в принципе, занимаются, как понимают, белорусской драматургией, как есть. Но при этом там жизнь такая очень сильная поддержка действительно современных текстов, да? Ну, смотрите, я думаю, что как раз таки, да, извините, да, Андрюс, что просто само название «белорусский» театр, белорусский театр… Центр белорусской драматургии. Да, да, что это уже говорит о том, что это уже современное, потому что слово «белорусский», оно очень еще, мне кажется, современное. И поэтому это, он, кстати, очень хорошо не несет, ну, там нету слова национального и так далее, и так далее, вот он как центр, он да. Потому что там есть центр белорусской драматургии, есть центр в республиканский театр, белорусская драматургия тоже считается, и, конечно, они делают очень хорошую работу тем, что они архивируют вообще все, весь… Art Corporation, почему никто не вспоминает? Не, просто говорят о том, с драматургией, нет, ну, просто о текстах, если мы говорим только о текстах. В Могилевской драме тоже ставили современные тексты. Не-не, я говорю о ком-то сборе просто. Art Corporation – это тоже компания, которая занимается современным искусством, да? Это компания, которая организовывала и фестивали, и смотры какие-то, и театральный фестиваль, да, как он назывался? Театр. Театр, да. Театр, да. И кинофестиваль, да, вот то, что… Да, «Листопад». Театр, то есть это компания, которая аккумулировала вокруг себя все то, что происходит в настоящее время, и не только в Беларуси, но и в Европе, и в России. Я знаю, что туда очень много русских спектаклей приезжало из Петербурга, из Москвы, и лекции читали совершенно замечательные специалисты по современному театру. Да, можно я добавлю, просто только благодаря этому, этой организации, этим людям прекрасным, которые там работали, мы смогли после трех лет работы в Могилеве, кучу всего мы поставили, сделали, просто ты понимаешь, что уже тесно, уже невозможно ничего больше там расширить, и появился как раз вот эта организация, они стали делать программу для белорусских, белорусских показ белорусских, интересных, современных работ, и нас пригласили, и мы на год приехали, и на следующий мы переехали в Минск, да, то есть мы поняли, что там можно что-то работать, как-то жить и как-то дальше развиваться, потому что в Могилеве уже как-то стало тесновато. Ну, то есть вы выросли из Могилева, перебрались в Минск, и вместе с Аккорпорейшн стали делать проект. Да, благодаря этой площадке мы смогли делать дальше все работы. Мы приехали из Минска, чтобы там расширяться, а потом вернулись в Минск уже расширенными. Юра, скажи, пожалуйста, последний вот год, когда вы еще работали в Белоруссии, какие-то спектакли, я так понимаю, что вы периодически все-таки что-то играли, да? Да. Это был Белорусский свободный театр. Да, он есть и остается Белорусским свободным театром, и мы играли спектакли, играли «Собак Европы» в постановке Николая Халезина, играли спектакли, даже восстанавливали старые спектакли, которые были там «Время женщин», «Постигаю любовь», те спектакли, которые были еще сделаны там 6 или 7 лет назад. Я не принимал, к сожалению, участия в этих постановках, я имею в виду процессе сайл-здания. Я уже вводился в один из спектаклей, когда после отпуска мы вернулись в прошлом году, как раз в сентябре, в конце августа. И да, мы играли до последнего времени, до 26 апреля, но официально мы еще могли находиться на одной площадке, на которую могли приходить зрители по записи и так далее, и так далее. Но потом было сложнее все это делать, и мы уже перестали играть спектакли в открытую, да, сделали кое-какие вещи. Вот, я не знаю, просто очень сложно сейчас говорить о какой-то безопасности, потому что часть людей осталась еще в Беларуси, и чтобы никого не дискредитировать. В общем, театр ушел в какой-то, я надеюсь, что могу говорить, в другую форму какой-то работы. Но вы же онлайн много делали. Делали онлайн, Паша Городницкий сделал, да, кстати, спектакль, я совсем забыл про него, «Школу для дураков», вот Саша Соколова он сделал онлайн, где мы все были, каждый по своим домам, и моя роль заключалась в том, что я должен был всегда, ну, потому что у нас другого места не было, все свои роли я играл в туалете, да, в ванной и в туалете. Совмещенные ванны и в туалете? Совмещенные, да, потому что было невозможно найти другого места, у нас однокомнатная квартира, и все по своим квартирам играли этот спектакль. И выходили все онлайн? Все онлайн, да, у нас был спектакль онлайн, это было всегда каким-то непонятно, что произойдет в этот момент, что собьется связь, сбивалась связь, но мы придумали там кое-какой ход, Паша придумал, что мы сделаем небольшую запись, где будет показываться вот как раз один из персонажей, который я играю, там доктор Заузе или Заузе, и просто включали, если вдруг какая-то была неполадка. То есть это было каким-то очень непонятно, ты как будто находишься в пяти мирах каких-то. Видишь, ты должен правильно руку поставить, где-то сесть, чтобы из камеры не выпасть. Ну да, да, это же сразу работа не только с пространством, но еще и с визуальным своим отражением, как тебя увидят конкретные люди, то есть ты уже ограничен рамочками экрана. Модно кино такое. Да, мы даже доходили до того, что просто обязательно нужно правильно поставить свет. То, что иначе тебя будет не видно. Да, и даже не то, что не видно, а то, что у нас мы как бы с одним персонажем находимся в одной комнате, но он находится на площади Победы, а я нахожусь на Кальварийской. Мы в разных местах, и нам нужно так сделать, как будто мы в одной комнате. И это было очень любопытно. Ну, чтобы соединить визуально. Да, 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 да. Пота пролилось много. Ну, это же такой классный опыт. Да, поэтому спектакли игрались, и сейчас играются, наверное, другие какие-то проекты, там, не только свободного театра, но и других театров, которые ребята не перестают играть, и это очень смело. А можно я спрошу, как много вообще независимых театральных групп существовало, ну, будем скажем, существует в Беларуси? Ну, вот есть, как бы, есть, понятно, да, есть два параллельных мира. Есть официальные театры большие, которые существуют в Минске, в Витебске, я так понимаю, да, во всех областных городах. И там идет какая-то работа такая, которая, ну, поощряется государственным финансированием, да. И все равно же, наверное, есть огромное количество, помимо того, что мы назвали Art Corporation, которая вокруг себя аккумулировала какие-то процессы, помимо Центра белорусской драматургии, которые вокруг тоже там аккумулировали процессы современного театра. Сейчас мы назвали Белорусский свободный театр, который существует, как вы говорите, уже в пяти измерениях, да, потому что люди все, ну, в разных местах. Насколько я помню, что в прошлом году двух девушек, ваших актрис, да, они попали в первую волну вот этих серьезных порезков. Да, вот у нас это люди, это менеджер театра, ну, театра, и, да, их вот в первые дни Свету и Надю их забрали, да, в заключение. Они там пробыли какое-то количество суток. Самые первые вот это жесткие, страшные вещи, да? Да, 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 это вот в первую прямо волну вот буквально там чуть ли не девятого-десятого они просто попали. Вот, и какие-то ведь еще наверняка, вот то, что вы делаете, Таня, с детьми, много ли актеров вообще работают с детьми в этих практиках, как бы, да, театральной драматургии, не знаю, художественных образов и так далее. На каком уровне это развитие есть? Если не брать государственные театры, да? Ну, конечно, мы сейчас их не берем, мы говорим о том, какие направления есть, ну, назовем так, независимые театры. Ну, есть такая волна такая, во-первых, сейчас очень много в России есть переводов иностранной детской литературы, да, и, по сути, вот в Белоруссии прямо у всех есть такие мини-коллекции вот этих всех переводных изданий, да, все прямо, не знаю, наверное, мы вывозим из России очень большой процент книг, и есть такие частные театры, которые делают такие небольшие постановки для детей, но не все, с точки зрения режиссуры подходят, да, ну, как-то это больше похоже на иллюстрацию книжки, к книжке, да? Ну, это специальный способ, я так понимаю, взаимоотношений с детской аудиторией. Ну, это такой нережиссерский, такой очень простой, такой студенческий, я не знаю, даже... Да, да, ход, ну, то есть, как бы, если бы не работали с Юрой, там, и другим режиссером, то, как бы, получили бы за это, вот, и, ну, то, что я пробовала делать, и есть ребята, которые делают, то есть пытаются это все переживать, да, как-то более общаться с детьми, да, или вот я в основном делаю, мы вместе делаем, да, то есть я спрашиваю их мнение, мы обсуждаем все темы, да, мы делали там о правах детей, небольшие такие зарисовки, видео такие, видео такой спектакль, я не знаю, можно его так назвать, мы делали по... благодаря ковиду, было много времени, мы сделали про демократию и диктатуру. Вот, для детей. Да, ну, то есть это тоже видео, да, это такая больше... Ну, можно сказать, я с своим ребенком это делала, потом и практиковала в садике какие-то вещи, да, то есть даже, когда мы делали про 8 марта, праздник для мам и пап тоже, да, и мы проговаривали вот эти... куча же, да, вот самокат издательства российское много издает, по-моему, Белая Ворона тоже у нее есть, про вообще откуда этот праздник взялся, про что вообще, кто за что борется и вообще про что, ой, вот это мое тело, мое дело, дети прямо впитали в себя, и мальчики, девочки, они все это говорят, родители нам рассказывают вообще. То есть, как бы, ну, мне повезло, у нас очень адекватные родители, им самим это все нравится, они благодарят и радуются, что их дети вообще начинают что-то осознавать, мыслить, и спорят, задают вопросы, и вот это самое важное, потому что если бы, наверное, ты постоянно сталкивался с волной такой негатива, о чем мы научили моих детей, наверное, как-то пытался бы по-другому что-то делать, вот, ну, то есть мы, ну, я старалась брать какие-то острые темы. Да, то есть вы через литературу детскую, через вот литературу, которая поднимает вопросы, действительно, там, да, самоосознание и делает это для детей самых разных возрастов, от маленьких до подростков. Да, я работала с трех до семи вообще, да. Да, через осознание тела, взаимоотношений, чувств, эмоций, да, познание мира и все остальное. Вы работаете с этим через драматургию, через драму, через визуальные образы, как художник. Мы делаем вместе кукол, да, я им показываю, как это можно, как они хотят, то есть это, конечно, зрители тут могут быть только родители, да, как бы в таких местах, но для них это самое ценное. Но из этого же может вырастать дальше какой-то еще, ну, была бы возможность, из этого могло бы вырасти как-то целое большое время. Да, мы нашли даже такой, как бы, честный ход, потому что, ну, вообще-то, чтобы сделать по какой-то там Джули Дональдсон спектакль, вообще-то нужно у него спросить права, ну, как бы, с правами в Беларуси, все знают как, вот, но мы нашли такой ход правовой, да, когда ты делаешь такие театрализованные чтения, для этого не нужно разрешения, то есть ты, как бы, у тебя есть книга, ты ее позиционируешь, показываешь. То есть как бы вырасти с издательством в эту историю? Мы можем даже не разговаривать с издательством, не договариваться, ну, то есть по, как нам юрист объяснила, да, то есть у нас есть книга на сцене, у меня есть какие-то атрибуты театральные, и тоже через театральное действие разговор, рассказ этой истории, да, понятно, что как актер ты можешь делать какие-то паузы, моменты, где-то отступления, да, и ты вот уже, у тебя такое театрализованное чтение, у меня спектакль такой получился, ну, какой-то странный формат, но как бы всем нравилось, и прям люди говорили, что побольше бы такого, потому что одно дело ты книгу читаешь, делаешь какие-то свои акценты, да, другое дело человек, ну, плюс еще мастер-класс какой-то, вот, и оно так очень было интересно. И ты открываешь вообще других авторов, да, которых бы не всегда ты там словил, там все знают Нурквиста, да, а как-нибудь Катрин Шеррер, ну, не все знают, да, а хотя это потрясающий человек. Даня, нам надо будет с вами еще поговорить про эту историю, про все эти детские. Я хочу вернуться к Андрюсу все-таки и спросить вот о чем. В Литве все-таки очень сильный литовский театр, и он связан с литовским языком, с драматургией, которая тоже развивается довольно сильно, да, на территории республики. Каково вот было сделать спектакль с белорусскими актерами на базе современной белорусской драматургии, которая написана на русском языке, играть на русском языке. Я так понимаю, что вы сыграли спектакль в Вильнюсе и сыграли спектакль потом еще на фестивале. Как это воспринималось с аудиторией, да, зрителями? Очень хорошо мы получили диплом за этот спектакль. В Друзкенекай, да? Да, на фестивале. Да, он был высоко оценен. И как раз первое, да, сыграли, это было в рамках недели белорусской культуры вот этой мирной. И второе уже как раз я захотел это все сделать именно 9 августа, в годовщину, потому что на улице принимался он очень хорошо. Надо понимать, что театральная публика прекрасно понимает русский язык, ну, так или иначе. Ну и проблем-то с этим не было как раз, не с восприятием, но и все было понятно. Актеры, я просто не договорил, но я немножко вернусь к актерам, я был, они очень удивлены. Мы, в принципе, сговорились обо всем в процессе работы, ну, то, что мы сговорились, да, вот. Мы поняли друг друга, ну, наверное, уже к третьей репетиции, я понял, что мы говорим об одном и том же. Для них, да, открылся этот опыт интересный, причем это опыт, это часть большая культура современная белорусская. Это, что в дальнейшем-то и будет, почему и будут в дальнейшем узнавать Беларусь, ну, о чем будут помнить, в конце концов. Когда пройдут годы, когда забудется вот этот весь колхоз ГУЛАГ и КГБ, то уже сейчас мне, например, очевидно, что пьеса, написанная в 2007 году, становится уже классикой, уже как раз с возможностью интерпретации, контекст, в который она попадает и так далее. Ты говоришь о пьесе «Пришко. Третья смена». А я вот, да, конкретно, пьесе «Пришко. Третья смена», она мне сидела в голове, я все думаю, почему она сидела в голове, вроде бы история вот эта про прощание с иллюзиями, с детскими какими-то там разочарованиями и так далее, и так далее, каким-то опытом. И когда сейчас играют этих пионеров, ну, сверстники практически мои, ребята, мужчины точно сверстники на годке, взрослые люди, то ни у кого не возникает вопросов, потому что контекст очень попали абсолютно. И большая часть как раз именно спектакля, что говорю, ребят, половина спектакля — это ваши ощущения от того, что происходит. Поэтому так, и я совсем по-другому, я думаю, будут играться и дальше, потому что мы договорились, они поняли, я был очень удивлен и подвижности их актерской, и розы их открытости вот этой, да. Поэтому для меня очень интересный опыт, очень хороший. Ну, я могу тебе сказать только одно, что дай бог, чтобы вы сыграли это еще где-нибудь, и этот спектакль продолжал существовать. У нас осталось пять минут. Быстро очень время летит, к сожалению. Юра, что еще мы забыли? О чем мы забыли поговорить? Ну, хотя бы просто скажи какую-нибудь важные какие-то несколько вещей, которые, на твой взгляд, нельзя, о чем нельзя забывать, когда думаешь или говоришь о современном театре Беларуси. Ух ты, блин, ничего себе вопрос. Да. Мощно, да. Ну, да, мне кажется, кажется вообще, что возле тебя есть очень люди, которые намного сильнее тебя, потому что, ну, не надо, короче говоря, выпендриваться. У тебя есть крутые люди, с которыми ты можешь довести это дело до такой предельной точки, что это будет или в конце, не знаю, для кого-то салютом, и для кого-то это будет такой убивающей лавой. Так что даже это будет интереснее, когда выльется лава из этого вулкана. Ну, то есть ты думаешь, что вот этот потенциал у творческой части Беларуси, он довольно сильный? Да, вообще просто невероятно, мне кажется, очень невероятно, да. Просто главное не собираться в какие-то супер, в организации, чтобы это было в меньшей степени организации, но понимать, что ты без этих людей, ну, тебе было бы намного неинтересно, да. Ну, то есть не делать вот эти вот обратные коалиции, партийные билеты, не входить в театр по пропускам. Я захотел сегодня здесь поработать, я поработал здесь, поехал в другое место и поехал там. И не останавливаться на какой-то единой этой точке. То есть делать действительно такое, то есть ты видишь перспективу развития современного театра, ну, если я могу так сформулировать, в том, что он свободен и открыт. Абсолютно, да, вообще независимо ни от кого. То есть театр – это всегда человек творческий, любой, мне кажется, это всё время одиночка. Одиночка, но в целом огромном большом пространстве. Да, 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 да. То есть я знаю, что вот этот сильнее меня, и я, чёрт побери, он классный. Я хочу, чтобы у меня было немножко дребезжание, когда я нахожусь с ним. И тогда есть возможность быть ещё интереснее, и он тогда будет интереснее. Такое какое-то греческое соревнование, да, когда эти первые драматурги, это было как спорт какой-то, да, не знаю. Ну, да, 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 вот в этом есть такой азарт и удовлетворение в этом, не знаю, какое-то. Мне очень нравится. Можно я добавлю? Я просто, на самом деле, рада за актёров, которые смогли уехать, да, и... Потому что, когда ты уезжаешь, ты, наконец-то, обретаешь физическое спокойствие, такую безопасность. И вот, наконец-то, мне кажется, они смогут вообще открыться совсем по-другому и работать на полную катушку. Потому что, когда иногда в Купаловском том же или даже в других театрах они делают работы, потом начинают показывать и скатываются опять вот эту вот форму, потому что пришли там какие-то критики, какое-то начальство, кто-то там пришёл, и всё, они становятся такими же. А тут, ну, какой-то хотя бы свежий воздух, чтобы ощутить себя новым и каким-то таким свободным. Ну, то есть в потере привычного образа жизни рождаются какие-то новые возможности, да? Главное, не бояться идти дальше, вперёд, потому что ты ничего, ну, то есть ты же себя не теряешь, ты, наоборот, новые возможности открываешь и можешь больше и шире говорить про то, что тебя тревожит и тревожит в другой стране. Я хочу, извините, проанонсировать сейчас, пользуясь возможностью проанонсировать сейчас, что мы в Латвии сейчас перевели три пьесы белорусских авторов на латвичский язык, и будем делать точитки в течение вот конец августа, сентябрь, октябрь. Ну, там будет зависеть от возможности актёров. Мы будем читать пьесу Влада Хмель, мы будем читать пьесу Паши Пришко, и мы будем читать пьесу Кости Стешика. Вот. Таких три имени я бы хотела, чтобы в Латвии узнали о том, как пишут ребята. Вот эти ребята. Хорошо. И, может быть, будет интересно потом театрам что-то сделать с этими пьесами уже на латышском языке. Мне кажется, это очень важно, пробовать переводить на другие языки и говорить о том, как это существует. Это абсолютно делишься опытом. Да. Да, класс. Андрюш, с удачей тебе с третьей сменой. Да. Спасибо большое. Спасибо вам. Пусть у него будет долгая-долгая жизнь у этой третьей смены. Ну, мы и дальше, мы не останавливаемся, мы и дальше. Мы, я понял, что мы и дальше пойдем по Белорусской ремонтургии с этими. Круто. Потому что там, нет, ну, правда, это действительно нужно открывать миру. Я тогда тоже свою приезду. Такая огромная часть, которая спрятана сейчас вдруг, или просто, ну, или в узком кругу известно. Огромный потенциал. И, я говорю, это как раз будущее, которое нам закладывает. Когда это все закончится, в конце концов, и начнется самым. А я бы не ждала момента, когда закончится. Нет, нет, ждать не будем. Я думаю, что смена происходит тогда, когда исходит параллельная жизнь. Ну, имеете в виду, что наконец-то перестроится. Чтобы осталось потом, только хорошее. Ну, хорошо. Спасибо большое, Андрюш. Спасибо вам. Ребят, спасибо вам большое. И, как вы сами, мы сами сейчас сформулировали, очень вам желаю, чтобы эти ваши новые возможности вам дали новые какие-то, правда, и впечатления, и ощущения, и какие-то новые достижения, и удачи, и успехов. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо студию Болтком. До встречи. На одной волне с городом. Радио. Радио Болтком.